Сегодня у Мавзолея основателя Советского Государства Владимира Ильича Ленина я сделал заявление, суть которого очень проста. Народ, наши народы Советского Союза, в этот очень ответственный момент, не только я говорю о столетии Октябрьской революции, сколько о приближении президентских выборов в России. Народ имеет, наши народы России заслуживают того, чтобы сами выдвинуть кандидатом на пост президента России своего народного кандидата. На мой взгляд, это может сегодня очень подходит на это Грудинин Павел Николаевич, директор совхоза имени Ленина. Я за то, чтобы выдвинуть именно его, не только потому, что он сохранил имя Ленина здесь уже, рядом со столицей, непосредственной близости от Москвы, назван совхоз имени Ленина, но и потому, что он умело руководит хозяйством. Грудинин доказал на примере совхоза имени Ленина, что социалистическое хозяйство может быть эффективнее и гораздо тысячи раз гуманнее капиталистического. Надо народу, я прошу всех, поддержать эту идею и организовать массовое выдвижение Грудинина Павла Николаевича как народного кандидата на пост президента России. Вместе с народным наказом, наш наказ должен быть очень простым, будущему президенту, упразднить, отменить антинародный указ номер один от 2000 года президента Путина. А именно, ликвидировать неподсудность бывших президентов страны, Советского Союза, России, Корбачева, Ельцина, Медведева, в том числе и Путина. И, конечно же, надо сегодня бороться за то, чтобы коммунисты как-то определились, кто они такие. Надо заканчивать с идеей престола наследования не только в коммунистическом движении, но и не только в народе, но и в самом коммунистическом движении, а именно в коммунистической партии. Хватит надеяться на соглашателей, хватит надеяться на оппортунистов, на то, что Зюганов сможет как-то поднять, реанимировать коммунистическое движение. Он давно зарекомендовал себя как соглашатель, как оппортунист, и поэтому, прежде чем говорить о новом рывке коммунистического движения, надо избавиться от оппортуниста Зюганова. И в этом нам может помочь только именно борьба за народного кандидата в президенты России. Почему Зюганов молчит? Почему он не поддерживает идею возбуждения народного кандидата? Потому что он не желает этого. У него фактически имеется сговор с властями имущими, сговор с президентом, и надо этот сговор срывать. Только тогда мы прорвемся вперед к нормальной жизни, к счастью и процветанию России.